Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить мод глобальный к Скориму. Опять же, я не выучил его название, поэтому не буду вспоминать, да и не важно. В прошлой серии мы прибыли на некий остров под названием Змеиный Зуб. Тут Восточноимперская компания попросила нас уничтожить дракона. Дракон оказался необычный, ну, со времен Алдуина мы знаем, что такое необычные драконы, они любят сначала попиздеть, потом пафосно умереть. Я думаю, с этим будет такая же песня. И мы приближаемся к Кургану, тут бегают зайцы, какого хера зайцы бегают по таким заснеженным локациям, я не знаю, Таиланг. Вот, пока зубки свои не показывают, и это прекрасно. В первой серии у нас было несколько вылетов, но да, я думаю, с этим я справился. Ёб. Сюда! Пушки-воробушки. Не нужно этого делать. Собака. Исчезни. Не понял. Эта вершина мне очень сильно напоминает... Как это называется? Дайди сюда, мать твою! Эээ, забыл, забыл. Какой-то там пик, сейчас даже посмотрю на карте. Ага, хереном, я его посмотрю, потому что ж, блин, это отдельный остров. Да куда ты, блядь, шавка тупая? Блядь? Ты уверен? То есть... То есть вообще, да? Ты решил меня убить? Окей, красавчик, он просто молодец. Титаническое усилие ты сделал, правда, тебе ничего не помогло. Пик северных ветров, по-моему, так это называлось. Место. О, господи. Блин, а что-то большая эта хрень. Ну и ворота, в принципе, такие же. Ну ладно, давайте посмотрим. Если это жалкая копия, то я сразу же очень сильно расстроюсь в этом моде. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Скорим, я знаю досконально, поэтому... Хочу чего-то нового, а не копий просто. Ctrl-C, Ctrl-V. Сейчас посмотрим. Ну точно. Ветреный пик. Никому не повезло, там. Ну я понял. Я думаю, что это, что контролирует дверь. Что-то, что это было, выглядит, как только только сейчас уничтожено. Наверное, бандиты пытались сделать быстрый коин, чтобы лоить дверь. Посмотрите, какие-то ключи. Может, мы сможем узнать, что здесь произошло. В общем, сюда нужен меч. Сколько я понимаю. Сюда нужен меч. Вот чекеншал, это все сюда не подходит. Дневник разбойника. Тоже переведен. Так, хорошо. Так, читаю на паузе. Вон оно как. Ну хорошо. Так, ну для тех, кто ленится читать на паузе, я постараюсь пересказать немножечко то, что было в этом дневнике. Чищенный змеиный камень. Да забавно. Короче, они пришли сюда с неким ученым, который изобрел заклинание, что помогает контролировать движение драумеров. И ученый пообещал им, что возможно это заклинание будет работать и на людей. Пока бы они продвигались по нордским руинам, они нашли там некий меч. Нордский меч, который подходил в данную скобу. И дополнительным его свойством было то, что при ударе он мог как бы поднимать мертвых. Вот такая вот задача. Нам нужно достать этот меч, открыть проход и таки пробраться в этот чертов курган. Блин, да вы что издеваетесь? Ладно. Побежали туда, почему нет? Давайте туда быстренько сбегаем. Я не думаю, что тут будет какая-то проблема со со спуском. Ибо я опытнейший скалолаз с русской риме, по крайней мере. Это в реальной жизни тоже довелось полазать. О, охранник границ. Отдыхаешь, смотрю. Так, роща какая-то, смотрите. Подойти позырить. Кстати, я поднял какие-то камни, что ли. Похоже на камни для крафта. Пчелиный гнездо, пчелы, соты. Разграбим его полностью. Кто вы такие? Шахтер. Ты кто? Ммм, темнос. Подожди, путешественник. Шахта закрыт. Ммм. Что происходит? Мы обнаружили редкий эбоний и мы работаем на экспантировании майн. Немного мы знаем, что мы боремся к сприджан Эбоний это хорошо. Ну, я понял. Короче, я смогу помочь. Ты что, сприганы, говно. Раскидаю их на раз-два. А бы со мной только эта вся свита не потянулась. Так, где там мой лук? он у меня по-моему на быстром слоте был. Ого! Ладно, в жопу. Ничего не работает. стариночка, давай, иди ко мне, детка. Это что, все? Это вы, блин, не могли разобраться с одним саным сприганом? Вы что, блин, издеваетесь? иди ко мне. Ладно. Эбонита, выжил? Иди ко ко мне. Ладно, потом я сюда вернусь, сейчас только посмотрю еще, что в сундуке. ловец душ. херня полная, шахтер, шахтер, подожди, у тебя есть? Нет, сприганом. Хотя это был сприган-матриарх. Хотя это был сприган-матриарх. не стоит благодарности, я эту шахту заполню, потом запомню, потом я сюда приду за эбонитом. Никаких проблем. Безотходная производство. Так, нам сюда. Там нас будет ждать шайка разбойников. разбойники это говно раскидаем блин как же это все классно выглядит очень хорошо постарались ребята которые делали этот мод очень нет до сих пор очень очень нравится озвучка потому как она во первых многоголосы во вторых она профессионально не на какую-то там блин веб-камеру записывали да и все это синхронизировано и намножено неплохо скотинут да люди простите я возможно что-то не понимаю но людний инструмент это что-то новенькое вы играете а не на этот это заебись раз я играю в принципе но почему я не слышу именно того что я играю ну ладно ладно возможно это как-то баг ооо подождите а там что-то есть давайте туда сплавим ну бодренько у меня тут где-то еще было заклинание хождение по воде если я не ошибаюсь разумеется а вот по Зомби. Стреляющие руки в криках нет. Похоже нет. Ну ладно. Нет так нет. Доплывем. О, тут еще лагерь братьев Гури есть. Можно заглянуть на огонек, вырезать парочку. Кто оленей тут поубило? Кто это сделал? Все, вопрос отменяется. Молниеносная реакция, сука. Я блин не один десяток часов с Карим играю. Что это за место? Это какой-то дом, какое-то поселение. Что это? О, новый ингредиент. Это интересно. Это грязи краб. Дегон. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пацан, пацан, пацан. Ты только не нервничай, гей. А ты где? Слышь, я, я не буду тебя Бить Ладно Я понял, понял Ты главное не нервничай Я тебя предупреждаю Да не дай в жопу Пацаны, вперед Вперед, блять Где он, куда он убежал Все, запинали А я посмотрю, пожалуй На этого высшего некроманта Остальное, кинжал В косах огненных шаров Клодовай Хорошо, сюда мы еще вернемся Думаю, все это будет по квестам Но сейчас мы отправляемся вот сюда Вот в этот курганчик Ибо меч мы уже нашли Можно и двигаться дальше Надо будет немножко проспойлерить себе Когда будет последняя миссия Чтобы успеть полазить По этому острову Поискать себе квестов Потому что я уверен, что тут много интересных квестов Знаете, не буду я наезжать на то, что этот храм сделан через Ctrl-C, Ctrl-V Хотя, может быть, внутри он совершенно другой А оправдаю автора так, что Просто все древние нордские большие храмы Делались по одному образцу Как, например, пирамиды Хотя пирамиды по виду были Были одинаковые А внутри их структура была совершенно разная Так Меч у нас имеется Ну че, вот мы попали Собственно, внутрь Я думал, что ты работал из этого валиста Именно Ты меня испепелил? Я охочусь на дракона, который живет на этом острове Может, знаешь, кстати Хорошо, драконы вообще-то правда вернулись То есть он тех двух охреневших тварей не видел? Какая проблема? Я надеюсь, ты меня обманывать не будешь, старик Или уничтожу тебя я У меня уж способностей К ассасинингу имеется больше, чем у тебя Давай Показывай, в чем проблема Ну как тебе сказать, открыть эту решетку, да? Ты обычно некромат Я не думаю, что это в принципе Контроль над ними Я думаю, это обычный некромант Ладно, какого рода неприятности Я думаю, что я работаю, позволяет мне, ну, кто-то, чтобы контролировать драуга Ну, по крайней мере Этот драуга должен был бы случайно Пустрелить в что-то перед нами Собственно, закрывая эту дверь Я готовила это для моего следующего попытка Хорошо, что ты появился прямо сейчас Есть немного чего-то, что я хотел попробовать Я не знаю, что это все О, не волнуйся, это абсолютно безопасно Ну, достаточно безопасно Ну, на самом деле, для тебя это будет, я думаю Я хочу узнать, если я могу поставить контроль к другому человеку Чтобы позволить кто-то другому контролировать Собъект, который я приготовил Если я смогу получить позитивный результат От этого эксперимента Я смогу наконец закончить Машал Похоже, у меня нет выбора. Ты превратил меня в драун. Ты мудак. Ты мудак, понимаешь? Ты ужасный мудак. Но он бегает довольно забавно. Пауки. Пауки — это плод. М. Како им образом открыть ту решетку? Здорово, военачальник. Че я таки тут ищу? То есть указатель показывает мне, куда мне нужно добраться. Окей. Окей. А че я сделал? Короче, я понял. Сколько времени тебе понадобится для завершения работы? О, не за 10 или 20 лет, в крайней мере. Ааа. Я понял. О, не за 10 или 20 лет, охеревшись, старый хрен. Ну и ладно. Наш ждет тут непростой баттл, я думаю. Сразу паучки-то сполошились. Почему они не реагировали? Абалатч? Какой? Абалатч! Тут, тут я бывал, 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 вот сюда. Сто процентов критический удар, насколько я вовлю. А ты не высовывайся, понял? Так. Бедняжка. Это ты у нас был предметом управления. Ну ладно. Ну чё, пацаны, вы как? Почему вас двое? Трое? Вот, теперь все. Я-то уж подумал грешным делом, чтобы кто-то из вас скочурился. Уже. Что? А где квестовая отметка? Эм. Окей. Одесса. Следующий. Вестер. Уже. 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 стоило? Оно того. Спал себе бы, да и спал. Че подрываться-то было? Так, а че тут есть? О! Блин, ты говно какое-то. Все? Открылась? Да. Это хорошо. Кто это на меня там орет? Это где-то либо снизу, либо сверху. А, вон ты где. Слушай, интересно, на тебя Амадерасу сработает? Ну, просто так. А почему Амадерасу я не могу поставить? Да, почему-то. А, это таланты. В любом случае, Амадерасу должно ставиться. Или нет. Странно. Это все крайне и крайне странно. Че, давайте Чидори попробуем тогда херан. А, это Чидори на близкое расстояние. Амм... Та-да, ладно. Почему нет? А, огненную стрелу тогда туда. А, ну сработает. Ладно, тогда давайте откроем и таки убьем его. Че, я парюсь здесь. Блядь, как это предсказуемо. А че, все? Отпустила? Орк, успокойся. О, че-то открылось. Никаких, в принципе, обозначений нету. И все под землей. И че, как тут ставить, я не знаю. Да ты успокойся, днище. Так, это херня, змея и птичка. Хорошо. Херня, змея и птичка. Тогда давайте поставим в таком порядке и... Че, как? Херня. Змея. Змея. И, соответственно, птичка. Сработало? Че-то не особо. Может, в другую сторону надо повернуть? Сработало? Не особо. Ладно. Тогда меняем комбинацию. Херня. Тут змея. Тут пускак будет птичка. Открывай. По-прежнему нет. Дай пройти. А че тут открывается? Че закрывается? Вообще фиг поймешь. Вроде же все верно. Нет? Тут средняя змея. Тут херня. А тут птица. Че происходит? Возможно, я был прав все-таки. С расположением колонн. И надо было просто их поставить в соответствующем порядке. Дай пройти, мать твою. Дай пройти. Будь человеком. Спасибо. Я уже хотел фусруду применять. Да. Я все-таки был прав. Ну, наконец-то. А то тут парень уже запалился. Нас дожидаться. Так. В принципе, я думаю, на этом можно закончить серию путешествия по этому кургану. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.